Божьи слова на каждый день Шесть ключевых моментов человеческой жизни В течение жизни каждый человек проходит серию ключевых, решающих моментов. Это самые фундаментальные, самые важные шаги, которые определяют судьбу человека по жизни. Далее следует краткое описание основных этапов, которые каждому человеку предстоит пройти в течение своей жизни. Рождение. Первый ключевой момент. Где рождается человек? В какой семье? Какого он пола и внешности? Время рождения. Вот детали первого ключевого момента в жизни человека. Никто не может выбрать детали этого ключевого момента. Все они предрешены заранее создателям. Внешняя среда никоим образом не влияет на них, и никакие человеческие факторы не могут изменить фактов, предопределенных создателем. Факт рождения человека означает, что создатель уже сделал первый шаг в той судьбе, которую он подготовил для данного человека. Так как он предопределил все эти детали задолго до его рождения, никто не может что-либо изменить. Независимо от дальнейшей судьбы человека, условия его рождения предопределены и остаются неизменными. На них никак не влияет судьба, и они никоим образом не влияют на суверенитет Создателя над ней. 1. Новая жизнь рождается из планов Создателя Какие детали первого ключевого момента – место рождения, семья, пол, внешний вид, время рождения – может выбрать человек? Очевидно, что рождение человека – это пассивный момент. Человек рождается помимо своей воли, в определенном месте, в определенное время, в определенной семье, с определенной внешностью. Помимо своей воли он становится членом определенной семьи, наследует определенное семейное древо. Человек не имеет выбора на первом жизненном этапе. Он рождается в той среде, которая была установлена по плану Создателя, в конкретной семье, с конкретным полом и внешностью, и в конкретное время, тесно связанное с ходом человеческой жизни. Что может сделать человек в этом ключевом моменте? В общей сложности человек не имеет возможности выбрать ни одну из деталей собственного рождения. Если бы Создатель не предопределял и не управлял этим, рожденный в этот мир человек не знал бы, куда ему идти, где оставаться. Он не имел бы отношений, не принадлежал бы ни к какому месту, не имел бы дома. Но благодаря скрупулезным обустройствам Бога, ребенок начинает свой жизненный путь, имея кров, родителей, место, к которому он принадлежит, и родных. На протяжении всего процесса приход новой жизни определяется планами Создателя. Все, чем она будет обладать, будет даровано ей Создателем. Из плывущего по течению тела, ничего не имеющего на своем счету, ребенок постепенно становится видимым, осязаемым человеческим существом из плоти и крови, одним из творений Бога, которое думает, дышит и чувствует тепло и холод, которое может участвовать во всех обычных делах Создания, живущего в материальном мире, и которое будет проживать все, что должен испытать человек в своей жизни. Предопределение Создателем рождение человека означает, что он даст этому человеку все необходимое для его выживания, то есть рожденный человек получит все необходимое для выживания от Создателя, и что с этого момента он или она будут жить в другой форме, предоставленной Создателем и подчиняющейся суверенитету Создателя. 2. Почему разные люди рождаются в разных условиях? Человек часто любит представлять, что родись он заново, это произошло бы в известной семье, что родившись женщиной, он выглядел бы как белоснежка, был окружен всеобщей любовью. Если же мужчиной, он непременно стал бы прекрасным принцем, который ни в чем не испытывает нужды, и у ног которого лежит весь мир. Часто встречаются люди, которые испытывают иллюзии по поводу своего рождения. Они недовольны тем, что получили при рождении, обижаются на свою семью из-за своей внешности, пола и даже времени рождения. При этом они не понимают, почему родились в данной семье и почему выглядят определенным образом. Они не знают, что независимо от того, где они родились и как они выглядят, им предстоит сыграть различные роли и выполнить различные миссии в механизме управления Создателя. И эта цель останется неизменной. В глазах Создателя место рождения человека, его пол, внешность – все это временное. Это серия маленьких точек, крошечные символы на каждом этапе его управления всем человечеством. И настоящее предназначение, и конец жизни человека определяются не его или ее рождением на каком-то особом этапе, но миссии, которую он или она выполняют в своей жизни, и решением Создателя по поводу них в тот момент, когда его план управления выполнен. Говорят, что всякое следствие исходит из причины, и нет следствия без причины. Таким образом, рождение человека обязательно связано как с настоящей, так и с прошлой его жизнью. И если смерть человека означает конец его нынешнего срока жизни, то рождение его – это начало нового цикла. И если старый цикл представляет собой прошлую жизнь, то новый цикл, соответственно, это настоящая жизнь человека. Так как рождение человека связано и с прошлой жизнью, и с настоящей его жизнью, место рождения, семья, пол, внешность и прочие подобные факторы, связанные с рождением человека, также обязательно связаны с ними. Это значит, что факторы рождения человека не только зависят от его прошлой жизни, но и определяются его судьбой в настоящей жизни. Это объясняет множество разных обстоятельств, при которых рождаются люди. Некоторые рождаются в бедных семьях, другие – в богатых. Некоторые из обычного рода, другие имеют знаменитых предков. Некоторые рождаются на юге, другие – на севере. Некоторые рождаются в пустыне, другие – в местах, изобилующих растительностью. Рождение некоторых людей сопровождается радостью, смехом и празднованием, другие – приносят с собой слезы, беды и печаль. Некоторые рождаются, чтобы быть хранимыми, как сокровища, других же – выкинут, как сорняк. Некоторые рождаются с красивыми чертами лица, другие – с неправильными. Некоторые обладают приятной внешностью, другие же – уродливы. Некоторые рождаются в полночь, другие – под лучами полуденного солнца. Рождение всех людей определяется тем, какую судьбу приготовил для них Создатель. Их рождение определяет их судьбу в настоящей жизни, а также роли, которые они будут играть, и миссии, которые им предстоит выполнять. Все это подчиняется суверенитету Создателя, предопределено им. Никто не сможет избежать предназначенного ему жребия. Никто не в силах изменить обстоятельств своего рождения. И никто не может выбрать свою судьбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова